Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Копейка рубль бережет. Для меня важно, чтобы мои налоги отчислялись правильно и вовремя. Как на бюджет республики повлияли собранные и недособранные в этом году налоги? Как вести себя на концертах и где больше всего нарушений? Об эпидемиологической ситуации и как дозваниваться до родственников в ковидных госпиталях? Все расскажет Салават Мухаммадулян. Есть мнение. Для нас же важна вот эта вот какая-то, наверное, внутренняя миграция, лучшая логистика. Что по поводу ТРАС М12 говорят различные эксперты. Узнал Дмитрий Аренев. Что для вас единство? Все мы разные. Наша страна, она многонациональная. Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства. Как он прошел в Казани, расскажет Вероника Гайна-Дзинова. 34 миллиарда рублей недополучил консолидированный бюджет Татарстана за 9 месяцев этого года. Главные причины пандемии, снижение курса рубля и падение цен на нефть. Сократились и налоговые поступления на 24% по сравнению с прошлым годом. Такие данные сегодня озвучили на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов. В каких районах недосчитали земельных налогов и что нужно, чтобы выйти из коронакризиса, узнавал Рамиш Айтулин. Исполнение консолидированный бюджет проходило в сложных и проходит экономических условиях. В этом году резко упали налоговые и неналоговые доходы. Поступление на 16,5% меньше, чем в прошлом году. Причина пандемии, безработица, остановка ряда предприятий, падение прибыли. На ограниченные средства мы своевременно произвели все социально значимые расходы, включая выплату зарплаты и выдающие социальных пособий. Основное снижение произошло в наиболее пострадавших секторах экономики. Из-за пандемии на 39% сократились доходы от добычи полезных ископаемых. В два раза меньше поступлений принесло в казну химическое производство. На 21% снизились доходы от операций с недвижимостью. В разы упал налог на прибыль. Его поступление в бюджет республики составило за 9 месяцев 42 миллиарда 100 миллионов рублей. Это, к сожалению, на 43% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Налог на прибыль занимает вторую строчку по доле поступлений в бюджет республики. 25% его обгоняет даже НДФЛ. 32% нетипичная для экономики ситуация. Впервые за многие годы сумма налогов с населения превысила налог на прибыль. Иначе говоря, зарплат было уплачено больше, чем заплатили предприятия. От этого у нас благосостояние зависит. Оплачиваем вовремя, да. Я уже уплатила. Налоги – это основа нашего государства. По интернету все оплатило. Я пользуюсь всеми благами, которые предоставляет государство. И поэтому для меня важно, чтобы мои налоги отчислялись правильно и вовремя. Однако и по НДФЛ тоже наблюдается снижение поступлений. Существенная недоимка сразу в 12 районах республики. Как заметили на совещании, это связано с числом безработных. Их в Татарстане около 70 тысяч. И серым рынком труда. Кроме того, в ряде районов допустили снижение по земельному налогу. Относительное поступление прошлого года наблюдает снижение по налогу на 340 миллионов рублей, допущенное в 30 муниципальных образованиях. Муниципалитетам необходимо максимально погасить недоимку для исполнения планов назначения в полном объеме. Рустам Иниханов заявил, нужно продолжить работу с резервами по всем видам налогов, обеспечить жесткую финансовую дисциплину и эффективную реализацию республиканских программ. Обращаю внимание руководителей городов и районов. Надо придерживаться согласованных бюджетных параметров. Понятно, что год оказался сложным, но мы видим, что каких-то срывов и сбоев не должно быть. Кроме стабилизации экономики, в следующем году продолжится реализация национальных проектов. Президент республики заявил, что все параметры должны быть достигнуты. Рамиль Шайдуль, Налмазь Единов, ТНВ, Казань. И сегодня председатель госсовета призвал сенаторов и депутатов Госдумы Татарстана активизировать работу по привлечению средств в экономику республики. Об этом Фарид Мухамедшин заявил на совещании, где обсуждалась реализация федеральных программ в Татарстане. Глава парламента отметил, что наблюдается отставание от плановых показателей по привлечению федеральных средств. Обстановка непростая, подчеркнул он. Прежде всего это связано с коронавирусом и рядом других сопутствующих факторов. Фарид Мухамедшин обозначил, что федеральные целевые программы и национальные проекты в Татарстане должны быть реализованы в полном объеме. Кроме этого, нужно активно включиться в работу по формированию бюджета страны на предстоящий трехлетний период и выступить с имеющимися инициативами и предложениями. Появляются и новые возможности, в которых заявиться республика обязана по трансферам между республиканскими федерального центра и регионами Российской Федерации. Пометьте себе, пожалуйста, чтобы мы во всех в обязательном порядке принимали участие. Другим темам. В Татарстане сегодня зафиксированы еще два случая смерти от коронавируса. Умерли женщина, 1948 года рождения и 67-летний мужчина. В России сегодня 18 257 случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб страны. В Татарстане 44 заболевших. Почти каждый второй – казанец. 10 человек госпитализированы. Если говорить по стране, то здесь наибольшее количество заразившихся все так же в Москве – 4796 человек. В Санкт-Петербурге 923 инфицированных. В Нижегородской области заболели 389 человек. В Саратовской – 195. У наших соседей в Мариел 44 случая. В Чувашии – 60. Новый антирекорд в Ульяновской области. Там заразились 210 человек. Из-за эпидемиологической ситуации в Казани отменен крестный ход. Традиционно он проходит 4 ноября, в день Казанской иконы Божьей Матери. При этом праздничные богослужения в храмах состоятся. В республике темп прироста новых случаев ковид остается на уровне 0,5%. Стабильно и количество нарушений на предприятиях и в заведениях. За неделю больше сотни. Как складывается ситуация с ковидом в школах? Не отменят ли концерты? И как держать связь с пациентами в ковид-госпиталях? Расскажет Салават Мухаммадолин. Если есть острое и необходимое желание, то обязательно берите с собой маску. Так эпидемиологи просят быть внимательными всех, кто собирается пойти на концерты. Как раз в первой половине ноября на Татнест-арене запланированное выступление одной из популярных рок-групп и шоу в исполнении эстрадной певицы. В целом о переносе концертов пока речь не идет. Но танцполов на них быть не должно. Эпидемиологическая ситуация диктует свои правила. Вот и крестный ход в Казани отменен. Он должен был пройти 4 ноября. При этом праздничные богослужения в татарстанских храмах состоятся. Это решение митрополии. Духовенство нас поддерживает в части борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И здесь жестких каких-то наших требований в части прекращения религиозных каких-то служб и праздников совершенно нет. Жесткие требования есть в части масочного режима. За неделю проверили 1600 предприятий. Чаще всего нарушения фиксировались на объектах непродовольственной торговли и в заведениях общепита. Количество нарушений остается стабильным на уровне 8%. Проверки нами будут продолжены. А в том числе и за объектами образования. Тем более с этого дня начали работу школьные лагеря. Плюс под наблюдением 23 случая коронавируса в классах, колледжах и вузах. Темп прироста ковида в республике остается на уровне половины процента. И сегодня в Минздраве разъяснили, как узнать состояние родственников, поступивших в ковидные госпитали. В каждой больнице существует коу-центр. Однако есть абсолютно очевидно, что есть некоторые ограничения в работе этого коу-центра. Первый – это федеральные законы, которые нам регламентируют уникальность персональных данных и невозможность их разглашения. Второй момент – безусловно, мы просим делать определенные скидки на то, что у нас специалисты работают в красной зоне. Коу-центр безусловно не находится в красной зоне. Так что лишний раз тревожить врачей не стоит. Работы у них много. Салават Нухумандулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Татарстан получил 146 миллионов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Их получат те пациенты, кто лечится дома под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений медики назначают им комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты пациенты получат бесплатно по рецепту лечащего врача. Деньги выделены из резервного фонда правительства. Пожилым, кому рекомендовано соблюдать самоизоляцию, на помощь вновь приходят волонтеры. Так в Нижнекамске добровольцы доставляют продуктовые наборы. Уже с мая помощь оказали сотням одиноких людей и семьям в трудной жизненной ситуации. Кому пришли сегодня, увидела и расскажет Светлана Звонарева. Заходите. Ага, разрешите. Людмила Бердунова сегодня с радостью принимает гостей. Встречать помогает соцработник. Пенсионерка практически не ходит после того, как перенесла инсульт. Сегодня волонтеры пришли с продуктовым набором. Нам же ведь, вот знаете, мы ведь в другой раз плачем от чего. Не от того, что нам что-то надо, а пенсии хватает. Нам ведь ничего дорого внимания, как говорится. Вот в чем жало. Спасибо вам, вот вы такие молодые. Набор получила и соседка Людмила Бердунова. И женщина с трудом передвигается, и волонтеры предложили ей свою помощь. У нас тут есть номер телефона, да? Ага. Вот. Ладно. В любой момент можете позвонить, мы придем на помощь. Самые необходимые продукты. Макароны, лука, сахар, масло. В наборе недельный рацион для одного человека. Сегодня собрали 18 пакетов для многодетных семей, одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Боксы, которые расположены в торговых центрах, это простые люди, жители города Нижнекамска, гости города. Огромное им спасибо за такую помощь. Сейчас пожилым, чей возраст 65+, не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Все для того, чтобы исключить риск заражения коронавирусом. Поэтому пенсионеры могут обратиться на горячую линию, и к ним приедут волонтеры, возьмут деньги и доставят домой заказ. Свои заявки можно оставлять, позвонив по телефону 8 800 234 11. Из татарстанских аптек исчезли ряд лекарств из перечня жизненно важных и необходимых. Почему их невозможно купить ни по льготному рецепту, ни за деньги? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Уголовное дело о покушении на террористические акты и посягательство на жизнь сотрудника полиции в Кукмаре передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Это делается для наиболее полного и объективного расследования дела, сообщается на сайте следкома страны. Александр Бастрыкин дал указание тщательно расследовать все обстоятельства произошедших событий, в том числе причины, побудившие подростка совершить особо тяжкие преступления. Напомним ночью, 30 октября, 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. В ходе задержания нанес несколько ударов ножом полицейскому. В ответ другой сотрудник после предупредительных выстрелов открыл огонь на поражение. Продолжаем выпуск. Новые отели, развитие автотуризма и осины из пробирки. Вокруг предстоящего строительства трассы М-12 появляется все больше экспертных мнений. Напомним, скоростной магистраль Москва-Казань планирует построить к 2024 году. Дорога пройдет по пяти районам Татарстана. Ее протяженность в республике составит 142 километра. Какие перспективы ждут жители республики? Мнение специалистов из разных сфер узнал Дмитрий Аринин. Мы развиваемся как туристическая столица третья по России. Мы уже сейчас и гастрономическая столица. Конечно, хочется, чтобы к нам приезжало как можно больше гостей. Больше туристов смогут приехать в республику благодаря трассе М-12. Магистраль должна дать импульс всей индустрии гостеприимства. Автобан будет доставлять гостей и сам бросать передорожными кафе и отелями. Если говорить о масштабах сегодняшней ситуации, когда каждое рабочее место очень важно, то здесь мы можем говорить о том, что это создание рабочих мест в первую очередь. В среднем это как минимум, я думаю, что три каких-то отеля появятся. И, наверное, точек общественного питания появится не менее, наверное, десяти. Как отмечают федеральные эксперты, с появлением скоростной трассы время в пути сократится в среднем в четыре раза. И как следствие станет больше автотуристов. Появятся и новые маршруты. Сейчас принято в основном путешествовать к караванерам именно в сторону Краснодарского края и, в общем-то, республики Крым. То теперь, конечно же, с строительством данной трассы большее количество людей будет путешествовать внутрь нашей страны, в том числе открывая возможности Казань. Трасса пройдет не совсем по стандартной дороге, где было принято путешествовать ранее. Это открывает новые возможности для Мурма, для Арзамаса, для большого количества населенных пунктов, в общем-то, республики Татарстан, Чувашской республики. Вдоль будущей трассы планируют создать и новый природный ландшафт. Как отмечают в КФУ, триплоидные осины довольно удачный выбор. Деревья защищают от пыли и шума, способствуют созданию благоприятного микроклимата для растений, птиц и мелких животных. Триплоидные осины, их на самом деле нашли сначала в природе, и их просто потом стали размножать клонированием. Триплоидные осины, они имеют плотную древесину, меньше гниют, а сами по себе деревья более крупные. Появление же очистных сооружений на М-12 защитит местную водную экосистему от дорожной пыли и нефтепродуктов. При строительстве автодорог для защиты водных объектов от загрязнения закладывают строительство очистных сооружений. Они, как правило, предусматривают очистку поступающих ливневых сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Это сказывается положительно в вопросах защиты водных экосистем. Сейчас работа по автомагистрали Москва-Казань находится на стадии разработки проекта планировки территорий. На всех стадиях проект трассы будет обсуждаться с жителями. Сегодня есть понимание между жителями. На рабочей встрече задаются конструктивные вопросы по тем решениям, которые необходимо заложить при реализации проекта. Поэтому считаю, что эта дальнейшая работа плодотворно скажется на реализации проекта. Окончательный вариант трассы еще не утвержден. До конца этого года специалисты должны завершить инженерно-геологическое исследование Волги на участке возможного строительства моста. Дмитрий Айринером, Зельгарипов, ТНВ, Казань. В Салаватку перед день новоселья. Здесь сдали дом на 255 квартир. Он построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В новом доме будут жить участники программы соципотеки, работники предприятий, дети-сироты, многодетные и участники новой программы «Молодые семьи». Как за три месяца можно обзавестись собственной квартирой, сегодня новоселы рассказали Елене Веселовой. Мы не думали, что все получится так быстро. Так быстро, а в случае Виктории Батмановой приобретает совсем другую окраску. От подачи документов до получения ключей на квартиру прошел всего месяц. В июле она только узнала о новой программе, а сегодня успела погулять с дочкой Евой на детской площадке уже около своего дома. Тем более, что 34 года мы без своего жилья, и сейчас выдалась такая возможность прекрасная. Рада за себя, за ребенка, что у нас теперь будет свой уголок. Инициировал молодежную программу Рустам Миниханов. Теперь заветную квартиру могут получить не только бюджетники, но и те, кто трудится в коммерческом секторе. Главное быть моложе 36 лет и иметь семью. Но и здесь есть оговорка, квартиру могут получить и одинокие папы, и мамы. Самая большая, самая просторная для вас. Большая, а главное, своя комната, счастье для семьи Хайрулиных. 12 лет они жили в общежитии, вчетвером на 18 квадратных метрах. Теперь в их распоряжении просторных 65. Очень рады, что получили квартиру. Это детям очень, то есть, очень даже родные дети, чем мы. То есть, есть где разгуляться, есть где уроки сделать. Сегодня в свои квартиры заехали 255 семей. Это участники программы социепотеки, работники предприятий, дети-сироты, многодетные и победители новой программы «Молодые семьи». Всего за 4 месяца ее условиями заинтересовались почти 3000 семей. 223 уже подали документы на участие. А самые первые участники, это 41 семья, сегодня переехали в собственное жилье. Дом полностью готов к проживанию, квартирование уже с ремонтом. Установлены все необходимые датчики, счетчики. И в школу придется ходить недалеко, она прямо напротив дома. Откроют ее уже в декабре и здесь смогут учиться 1224 ребенка. Вопрос с садиком тоже будет решен. Строятся уже два, каждый на 260 мест. Елена Веселова, Алина Сысоева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. О традициях милосердия и благотворительности. Сегодня Рустам Мениханов говорил с председателем наблюдательного совета одноименного фонда Анны Громовой. Встреча прошла в преддверии дня Казанской иконы Божьей Матери. К этой же дате приурочены и Елисаветинско-Сергиевские чтения. Они открылись в Казани сегодня, в день рождения княгини Елизаветы Федоровны. Именно по ее решению в нашем городе в 1910 году в соборе Казанской иконы Божьей Матери появился пещерный храм. Наталья Митина продолжит. Сегодня в пещерном храме собора Казанской иконы Божьей Матери и молитвы звучат особенно. В Казани впервые проходят Елисаветинско-Сергиевские чтения. Историки, священнослужители, представители туриндустрии обсуждают точки развития паломничества в императорском маршруте дома Романовых, которые будут в Татарстане. Недаром местное проведение второй сессии Елизавета-Сергиевских чтений выбрали Казань. Ведь столица Татарстана Великая Княгиня была целых 13 раз. И именно ее стараниями на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери возродили пещерный храм. Ну а сегодня, в день ее рождения, открываются новые тайны. Сегодня на чтениях представили уникальный эскиз пещерного храма 1910 года. Его создали как раз по решению Елизаветы Федоровны. Сейчас этот храм возрождают в первоначальном виде, как и сам собор Казанской иконы Божьей Матери. Восстанавливать его начали в 2016 году по решению Рустама Мениханова и при поддержке фонда возрождения. Сегодня высокую оценку этому уникальному проекту дала председатель наблюдательного совета Фонда содействия милосердию и благотворительности. Это чудесное явление Казанской иконы Божьей Матери. Это гордость Татарстана. Это гордость всей России. И вот то, что усилиями президента Татарстана, научной общественности, благотворителей, воссоздан вот этот храм, это еще и еще раз соединяет нас с нашей историей. Уже на встрече Рустам Мениханов и Анна Громова обсуждают сохранение традиций милосердия и благотворительности, а также развитие императорского маршрута в Татарстане. Сейчас на царской карте уже 19 регионов. Сегодня историческое содержание для казанского направления обсуждает на межрегиональной научной конференции. Будут представлены находки, связанные в том числе с декорированием пещерного храма. Для нас сам факт возвращения духа Елизаветы Федоровны в Казань очень важен. Безусловно, это станет наполнением и для императорского маршрута, потому что важно, какую информацию люди получат. Эта информация должна быть не только у ученых и историков, но и экскурсоводов. То есть она должна быть адаптирована для гостей и для туристов. В императорский маршрут Татарстана войдут остров Град-Сияшск и храм иконы Казанской Божьей Матери. Уже сегодня подписан лицензионный договор. И в следующем году у Казани появится еще один бренд – корона императорского маршрута. Наталья Мезина, Адельмин, Дубаев, ТНВ, Казань. Знают историю и чтут традиции. 174-я школа Казани сегодня присоединилась к всероссийскому открытому уроку. Он посвящен Дню народного единства. По этому случаю, несмотря на каникулы, школьники вновь сели за парты. Символично с этой даты в республике, можно сказать, начинается год родных языков и народного единства, объявленный президентом Рустама Миниханова. Какой смысл вкладывают в слово единство и дружба народов ученики самой многонациональной школы Казани? Вероника Ганадинова. Друзья и братья, Русь, Святая, Гибель, поможем братьям Родине и Святой. Реконструкция событий 1612 года от школьников. Старшеклассники листают страницы истории страны. Вспоминают день, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Что изображено на картине Лисна? Через викторину в историю праздника. Ко дню народного единства они участвуют во всероссийском открытом уроке. Все вопросы интеллектуальной игры о памятной дате, ее важности и значимости. Урок был очень полезен. Я узнала много нового. Это ведь важно знать историю России, потому что Россия это наша родина, многонациональная страна. В ней проживают различные народы. Это уральцы, поморы, татары, русские. И мы все относимся друг к другу толерантно и уважаем общие традиции. Сама 174-я школа Казани многонациональная. Здесь учатся татары, русские, чуваши, марийцы, узбеки, таджики, азербайджанцы, армяне, корейцы и вьетнамцы. Вот это многообразие всех народов, обучающихся в нашей школе, создает ту неповторимую атмосферу. И они очень дружны между собой. И дети никогда не ставят границ между народностями. Мы с ними очень крепко общаемся, стараемся со всеми быть дружелюбными, никого не притеснять, конечно же. Что значит слово «единство» для учеников? Это уже вопрос нашей викторины. Различно разными религиями, национальностями, культурами, но все равно мы придерживаемся одной идеологии и стремимся к лучшей жизни. Народы, они проживают в единстве и согласии. И если мы будем враждовать, то нашей страны вообще мира вообще не будет. Такой праздник, как День народного единства, подчеркивает нашу уникальность. И, как говорится, без бердем, без кышле. История народов, как история родного языка. Этот урок проходит по всей России, но именно для нашей республики он символичный. Можно сказать, что именно с него и начинается уже следующий год, посвященный в Татарстане, родным языкам и народному единству. Вероника Гойнадинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Показ модной одежды, современные музыкальные, хореографические постановки, а еще питчинг-сессии и фестиваль дружбы народов. И это только часть масштабной программы молодежного этнофорума «ТАБА», который пройдет в Казани 4 ноября. Он соберет около 200 участников со всех регионов России, даже из-за рубежа. Все проекты связаны с национальной культурой и фольклором. Финалисты конкурса свои работы смогут презентовать уже известным бизнесменам. На форуме они выступают в качестве спонсоров и наставников. Онлайн-трансляция пройдет на официальном аккаунте Республики Татарстан в социальных сетях. Проводим фестиваль дружбы народов, поэтому наш форум получается такой мультиформатный, в рамках которого будет и образовательная часть, и выставочная часть, дискуссионная площадка, а также творческий фестиваль. Медали, кубки, болельщики и статус чемпиона. Сегодня в Казани прошел финал Школьной волейбольной лиги Республики. Его победителей лично поздравил Фарид Мухамедшин. Турнир проходит впервые, его участниками стали 15 тысяч татарстанских ребят из 2000 команд. Кто стал первым в истории Школьной лиги чемпионом, расскажет Салават Мухаммадолин. Вот он, чемпионский розыгрыш, который заставил соперников в очередной раз ошибиться. Так, первым победителем Школьной волейбольной лиги Республики среди девушек становится команда из села Шатки Тюличинского района. Долго шли к этой победе. Игра вот здесь, в центре волейбола, это просто мечта. Можно сказать, что мечта сбылась. Сложно было. Но почти уже в марте зоны соревнований чуть не доходили. Неделя осталась. Все. Потом соревнований никаких не было. Из-за ограничений весной часть чемпионата пришлось перенести. При этом для самой Школьной волейбольной лиги это только первый год. И сразу какой. Но в итоге медали разыграны. Я с удовлетворением хочу сказать, что в целом проект реализовывался успешно на всех, во всех 45 муниципальных образованиях городов и районов нашей республики. Среди мужчин до финала дошли школьники из Зеленодольска и Отнинского района. В итоге победа у ребят из села Кунгер. Мы из Зеленодольска уже в группе победили. И были уверены, что и тут можно победить. Награды победителя и призера получили из рук президента Федерации волейбола республики. И как сегодня стало известно, чемпионат проходил в первый, но не в последний раз. По факту сегодня такого проекта в стране нет, кроме как в Татарстане. Он был на каком-то этапе пилотным, но вот несмотря на этот кризисный год, сложный год, мы дошли до конца. Так что у тех, кто проиграл, еще будут шансы показать себя. А победителям придется доказывать свой класс каждый год. Слават Нухумадолин от Дельмин Дубаев ТНВ. Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Родные места. Природа. Традиции. Я офтальмология-хирург клиники «Эксклюзив плюс» Рустам Тальдаев. Уже 20 лет я помогаю людям избавиться от катарактов. Автальмология «Эксклюзив плюс» 279-70-70. Установка газового оборудования. ТПК МТЗ «Татарстан». Телефон в Елабуге. 5-24-00. Весь ноябрь в автоцентре «Марка» Датсун. От 378 900 рублей. Зимняя резина в подарок. Подробнее. 4 пятерки, 3 семерки. И на Чуйково 54Б. Здравствуйте. В студии София Егорова. О погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни. Доставка и установка в подарок. Звоните. 2-167-166. Казань. Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. Лучший протез тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина. Основатель медцентра «Доктор Оз». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего один укол вместо операции и протеза. «Доктор Оз». Прямо сейчас запишитесь на приём за полцены. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Оз». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Угульмея, Баблаха и Азнакаева будет ясно и тепло. Плюс 6. Сохраняется повышенный температурный фон в набежных Челунах, Нижнекамске и Элабуге. 4-6 градусов в нём. Осадки не прогнозируются, однако небо затянет облаками. В Агрызе, Менделеевске и Актаныши малооблачно и сухо. Плюс 2-4 градуса днём. В Арске, Кукмаре и Балтаси аналогичная картина. Небо ясное и до плюс 5. В Волгаре, Дрожженому-Буинске осадки не ожидается. Ночью прохладно, 0 плюс 1. А днём всё ещё плюсовые значения. До 6 градусов выше 0. В Альметьевске чисто полимомодыши, малооблачно и без осадков. Умеренно тепло, плюс 7. Фильтр «Гейзер Макс» защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жёсткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы. Кальций, магний и калий. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. «Гейзер Макс» работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Наступили холода, но ваш котёл не греет? Проблему решит газовый котёл «Митсуда». Тихий, безопасный, надёжный. Согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы «Митсуда» от официального представителя в Республике Татарстан компании «Сервис Плюс». Компания «Сервис Плюс» – официальный дилер газовых котлов «Митсуда» по Республике Татарстан. Представляет бесшумные, безопасные котлы с европейским дизайном и надёжным сроком службы. Телефон 8 800 201 07 07. В Казани ясно и без осадков. Ночью около нуля. Днём до семи тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление 766 мм втутного столба. Влажность воздуха 74%. Магнитное поле земли спокойное. Спонсор выпуска – ООО «Айруст». Строительная компания «Колыбель». Жизнь хороша и красива теперь. Вот она счастье. Рахмет Колыбель. Телефон 567 39 22. Старенький домик, забор покосился, крыша течёт и стена завалилась. Вот она, жизнью в деревне модель. Но появляется вдруг Колыбель. Жизнь хороша и красива теперь. Вот оно счастье. Рахмет Колыбель.